Пошли на яму, на новую. А это вообще же... Ого! Вот это пигматоид. Видел? Секёт. Это пигматоид? Да, вот это пигматоидная жила. Сейчас я наеду. Вот он, тянется. А здесь вот тоже пигматоид? Да, вижу. Слушай, да когда жила, то охренеть пигматоид. А он тут вообще по всем боку пигматоид. Ой, спускаюсь. Да, вижу. Что, её бросили? Как думаешь, вода пошла, нет? Она будет сухая? Да. Мы тут-то вроде до дна закопались. Тут до дна закопались. Нет, слушай, тут не глубоко одна-то. Мы даже... Не глубоко. До целины сёмкой дошли. Угу. Кварц с кристалликами идёт. Кварц с кристаллами, а здесь он шпат. Что-то не так камера снимает, все как дёргаются. Какую-то кнопку, наверное, мы нажали. Угу. Всё хорошо, у нас есть такой инструмент где-то. Угу. Вот тут-то пошли, пройдём. Это не копано уж. Причём это кварц. Жилота кварцевая. Вижу. Та же, наверное, идёт жила. Та же самая жила, наверное. На аметист, видишь? Да. А как ты догадываешься, что на аметист? Ну, посмотри, видишь? Со шпатом идёт. С красной. Да? Да. Видишь, сколько лежало, уже выветрило. А, смотри. А, смотри. Вон, шпат, видишь всё? Да. Кристалл. Ну, и грани основания. Ну, вот кристалл шпат. Угу. И что, если со шпатом, это на аметисты что-нибудь? Да. С красной шпатом таким. Ну, ту будем долбить, ту возвращай туда. Она не постреливается за школе. Она не подслеживается за школой. Угу. Проверка нет, да? Выдете как они? Мерсайте так в радиальном порядке. Так выкид. Ну, вот, пожалуйста. Ты как делай накид, она епал. Слышь. Вот здесь, в радиальном порядке, видно только основной гусы, которые целые были, я их уносил. У меня Валерий Иванович Кайнов несколько штук взял, красивенький. Ну что это попробуем? Эту и будем пробовать. Ну её почистить сейчас надо, будет капитально. Вот так убрать откосы эти вообще. Давай. Принесли инструмент, еле-еле дотопали от ворубов. Это был лось. Был, съели. В прошлый раз эту яму пытались защищать Андрей Кручков со товарищами, то ли Эльин с сыном Сёмкой. Но одни испугались лосиного скелета, а другие просто времени не хватило. Сейчас мы за неё примемся. Идёт кварцевая жила. Мы ничего не боимся. Абсолютно. Вот. Здесь её секёт фигматоид. Фигматоид очень мощный. Будем пробовать. Будем пробовать. Лес такой хороший, здесь не так жарко. Мрачноватый. Какого даже зарядного не выгрузит. Да? Полным ходом идёт расчистка ямы. Я говорю полным ходом идёт расчистка ямы. Плюс 32 градуса. Да втяни. Давай, работай. Я только что оттуда. Но ничего повезло. Довольно с гнусом. Из-за жары комаров мало. Опять же, с погодой не повезло. Да, кидать приходится довольно высоко. Ну, самая козлячая работа. Из неё никуда не деться. Самая тяжёлая. Работа у ямы продолжается. Посмотрим, где у нас там Александр уже. А его и не видно. Так. Вот мы его и нашли. Сколько у нас уже? Порядка метров трёх, наверное, да? Руку вытяни. Это сколько будет? Два-два-два-двадцать, да тут метра три уже есть. Ну, тяжело. Кидать тяжело. Да. Тяжело. Сделали заколы. Вот, чтоб грунт, чтоб грунт, чтоб грунт не падал. Я отойду, пока ты меня не запустил. Ух ты. Пока перемещался, опять нажал. Палец смотри. Всё нормально будет. Всё. Да. И намёков пока нет. И вот мы на такой же глубине, что страшно подумать. Да? Да я комментирую, говорю, мы на такой глубине, что страшно подумать. Взялись тоже, блин, за работу. Здесь дышится, а всё лишь бы на жарение работать. Убираю. Убираю. Тридцать два наверху и дышится внизу. Там уже на минус скоро пойдёт. Неизвестно, когда это кончится. Его уже там не видно. Ну, оттуда не увидишь. Оно лицо-то твоё. Ну, думаешь? Ну, пора бы так-то уже, а то надоело достаточно. Ой. Гремит. Очень глубоко. Начинается гроза. Причём урганного такого типа. Такое впечатление, что он цело лежит. Как бы тебя снять-то? О! Чё? Дышится. Давай. Видно, пап? Давай-давай. А чёрт знает. Мне здесь не видно. Здесь вот видно на свет. Там 30 градусов, а здесь... О! Класс! Видно было. Даже комары не залетают. Ну, чё, они больные, что ли? Ну, вот этот камень, вот это дно, наверное, ниже моих носок. Ну, блин, я надеюсь. Ладно, давай. Я щас залезу. Буря скоро грянет. Буря! Ну, он беребром стоит там, смотри. А я не вижу внизу там. Логично. Ладно. Вот я с другой стороны ямы зайду. Высо. Посмотри. Ну... Так, лучшая! Это... О! Подписывайтесь на мою! Ух! 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 Это... но увидел его да смеш ну вот ты его ковыряешь по моему да однако метров пять вырыли метров пять говорю вырыли глубина да нет ты попой стоишь туда она надо заканчивать на сейчас сметет это гроза нафиг такого безобразия еще не видели жарко нам было ужас ужас вот это гроза спасибо на полу то на земле то Граб! Ничего-ничего! Ааааааа! Иди отсюда! Там есть себя такой дырявый. А как ты собрался? Так происходит спуск в яму. С удачным приземлением. Значит, наши планы какие? Копать мы дальше облуд больше не будем. Поскольку, чтобы работать, нужно ставить ворот. Ну, это нереально практически. За отсутствием сроков технических средств. Потом... Замучились бы. Раскивать ведро ручную. Кидать уже не можем. Поэтому... Решили вглубь больше не идти. До дна мы все равно не добрались. Потом кинешь мне этот? Аутан. А ты мне рукавицы бросишь. Ага. И мы решили долбить стенку. Ну, дай бог что-нибудь. На авось одним словом. Потом забираем инструмент, идем на базу. Завтра идем на другую яму. А здесь мы... Спим. Что-то я ничего не вижу вообще. Короче, это сеновал. Ну, скажи что-нибудь. Хе-хе. Вот так вот мы и спали три ночи. Романтик. Хе-хе-хе. Запах сена. О, кстати. Запах сильный. Ага. Ни одного комарика. Только все щекочет. Но... Сено забирается и это самое. Тут соседи спали у нас. Тут. Ага. Пора вставать. Все. И... 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 И в путь дорогу. И в дорогу. Ну вот, мы тронулись в обратный путь. У нас есть провожатый. Тимоха. 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 Эй, ты где? Тимоха. Медведи учили. Хе-хе-хе. Шутник. Тимоха. Эй, при чем эта взрослая собака? Добрый день, уважаемые сударыни и сударыни. Хе-хе. Кстати, мы выучили неправильное название этих речек. Посмотрели по карте. Вот эта речка, которая первая с кордона, она носит название Первый каменный ключ. Как раз скажу про все остальные. Вторая, которая вторая, носит название Второй каменный ключ. Хе-хе. Они сложно запомнить. Третья отсюда, она Тимуниха. Вот. Ну и вообще надо подвести краткое нерадостное резюме. Там пленки много, а то сейчас по поводу нерадостности сбацаю. Хе-хе. Коротко. Коротко. В течение пяти минут. Вот. Нифига мы не нашли. Нет. Абсолютно нифига не нашли. Хорошего. Официально. Хе-хе. В общем, воспользуемся таким кратким русским словом дерьмо. Вот именно с чего сейчас мы несем в рюкзаках. Частью с отвалом. Частью с ям, которые, замечу, пытались копать, а не копали. Вот. Суть причины заключается, на мой взгляд, в следующем. Позиционируя адвуй с точки зрения некой абстрактной философии, мы становимся невольными жертвами собственных, неконкретизированных, прошу заметить, иллюзий, амбиций и эмоций. Вот выдал. А-а-а-а. То, как. Пережимы, карманы, мистические совпадения, дедовские ямы. Все это мешает здраво рассуждать, принимать логические, взвешенные, обдуманные решения. Поэтому в следующий раз мы составим заранее план действий, который будем придерживаться, меняя его в соответствии с ситуацией. Далее, пользуясь случаем, хочу передать привет семье, родным, близким, дальним и средней дальности, родственникам, а также Владимиру Владимировичу Путину на всякий случай. Да. И сказать, добавить, что все эти дрязги, ссоры, раздоры, интриги, они остаются в том мире, за гранью вот этого всего. Здесь душа взлетает на такую астральную высоту, что оттуда, из того мира, не дотянуться, не докричаться и, слава богу, не доплюнуть. Именно поэтому мы сюда и ходим. The end. Вот выдал. Говори, что там. Туда проехали, а обратно невозможно. Пришлось вот деревья, те, которые перегородили от лесоповала распиливать. Очищена трасса, вон там остатки деревьев. Ужас какой ураган был. Да. Поваленный сам вот сфотографировал. Да. Это еще не все, наверно дальше еще хлеще будет. Появились вывороченные корни. Вот так вот еды-то у нас пристали. Да. Все повалено. Да, ураганчик неплохой был. Ну, как раз над горкой. О, там что творится дальше. Сейчас снимем. Лихо. Да. Навалилось. А здесь внутри, вот, листиницы положило. Вообще, все ослано. Чистая дорога была, когда мы сюда шли. Паша. Насколько близко. Так? Нет, да иди сюда, я тебе пигматоид покажу. И меня, и дерево. А уж тебя-то я насмотрелся. Видишь, какая вот, какую мафину природа рубит. Вот, смотри. Пигматоид? Я наезжаю. Да, пигматоид. Вот. Вот она, жилка идет. Какая жилка? Пигматоидная, в смысле? Да, пигматоидная. Да. Есть какой-то, есть какая-то информация. Пошли. Как ездить, непонятно. Лучше, наверное, ездить. Ну, не, нормально. Объясни. Объясняет медведь. Прошел. Тупит еще. Видно, короче.